дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума в этот еще один прекрасный день нашего существования в этой иллюзорной реальности которую мы называем своим миром но в которой на самом деле мы являемся всего лишь персонажами божественной игры в эту игру нам приходится играть и сегодня коротенько о том что же в этой второй части марлезонского зверинца балета звериного балета происходит сейчас в россии непосредственно с рублю для чего все это делается вот был такой стабильный 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 курс вроде как все было хорошо прекрасно а теперь резко рубль падает вниз дорогие друзья многим из вас известно относительно того что последнее время банкоматы сбербанковские практически по всей россии демонтировали куда-то увозили для чего это делалось для того чтобы туда впилить новые системы взаиморасчетов электронные деньги в том числе это вот эту систему xrl или xlr и так далее то есть модернизация в том числе модернизация связанная с бионическими данными в том числе и модернизация связана с теми чипулечками которые в каждом человеке будут а там дальше уже подошел к аппарату он там чих пых сразу знает вася бубликов подошел к аппарату ну и все не надо ни пин-код вводить ничего вообще вводить не надо все будет автоматически происходить рожицу увидели глазки увидели чипик считали но сейчас пока еще они будут универсальные все таки аппарат ну а впоследствии их вообще не будет как таковых этих аппаратов они просто будут не нужны восток поскольку все расчеты будут происходить зашел в магазин даже нажимать ничего не надо подошел все с тебя списали порядок глазом моргнул или пупнул там для вализировал порядок я конечно утрирую ну что есть то есть так для чего же все таки рубель то обрушают сейчас делается это разумеется делается это сознательно разные всякие причины которые какие-то политологи там что-то выдумывают что-то пишут какие-то статьи громкие на канале на разных каналах громкие заявления испугать бы опять народ потому что все же все же боятся потерять денежки которые надо испугать и все ну по большому счету рубль рушится именно для того чтобы перейти на новую систему новая система она не будет предполагать как таковых наличных денег вообще то есть это один из этапов он будет происходить я думаю даже не до конца года чуть чуть подальше уже в начало следующего года но в следующем году сложно сказать конкретно будет будет это в начале в середине в конце с наличными денежками придется попрощаться ну то есть попрощаться окончательно для чего делается для абсолютного и тотального контроля над личностью если сейчас у вас там закачники что-то есть вы всегда можете в налоговой инспекции сказать у меня сбережения у меня есть такие сбережения то в будущем уже никто ничего сказать не может потому что нету сбережения не может быть нигде все учитано все посчитано все понятно куда вы пошли где вы трудились что вы делали ну и так далее поэтому не будет никаких прыжков вправо влево они просто будут невозможны будет узкий коридор с зажатыми плечами поэтому дорогие друзья сейчас мало кого беспокоит и в правительствах стран и руководствах это кстати не только в россии будет происходить я думаю и другие страны найдутся такие которые будут другими может быть инструментами эту задачу выполнять но и задача стоит перед всеми кто участвует в этом парализонском полете так или иначе все идет к отмене наличности полной в большинстве стран есть конечно некоторые страны в которых это не скоро случится но я думаю что все равно случится рано или поздно в бутане например точно не случится во всяком случае в очень ближайшем если конечно коалиция доброго намерения по голове со всеми этими ребятами бутан не разбомбит ну бутан страна маленькая ладно это все шутки шутками но смысл в том что сейчас необходимо приобретать все то что вам потребно запаситесь год будет чрезвычайно голодным ведь недаром наши этой гос дури российской обсуждают вопросы возможности введения продовольственных карточек на товары и то же самое связано и с казахстаном казахстаном казахстане тоже идет обсуждение продовольственных карточек почему сейчас перзидент номинатор на нобелевскую премию решил проиндексировать пенсии в рублевом эквиваленте там на сколько там на 6 что ли процентов да он даже на 30 процентов может их проиндексировать все равно люди будут получать денег меньше по своей покупательной способности чем они это делали раньше поэтому это очередной раз в ваших задницах поковырялись своими немытыми членами некоторые товарищи вот так вот можно выразиться чтобы хоть посмеяться немножко над всем этим но теперь что же остается делать людям то если у кого есть возможность пока как временные промежуточный вариант держите деньги в валюте получили в рублях сразу покупайте валюту и самая лучшая банка это стеклянная дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к видео благодарю вас за внимание это один момент у кого есть возможность можете золотишко прикупить правда возникает некоторые сложности с тем чтобы в будущем продать построить поскольку но после сокращения численности населения стоимость этого металла рухнет невероятно вниз потому что именно спрос рождает предложение никак не по-другому что касается биткоинов здесь тоже есть некоторые вопросы такие на которые пока нету понятных ответов федеральная резервная система сша замечательным образом создает свою валюту наши дорогие китайцы они тоже уже создали свою электронную валюту неужели вы думаете они будут терпеть какие-то биткойны да они на определенном этапе чинушеньки и все прочие они отмывают через bitcoin денежки свои причем там их отмывать то очень очень хорошо грамотно никаких тебя отслеживания не еще чего-то загнал деньги в bitcoin и все и они у тебя там черненькие поэтому через какое-то время только bitcoin отменят и сейчас тогда когда в этой властной вертикали начнут душить тех кто сейчас считает себя небожителями их тоже начнут души что вы думаете они будут спокойно там шагать они им просто пообещали там какие-то преференции относительно медицины даже те которые в курсе этого геноцида и понимает чем они занимаются они думают что они там особенные люди особенных не будет особенных будет вот один два там три может несколько семей а все остальные будут не особенные все остальные будут рабами поэтому те товарищи которые сейчас думают относительно того что они там джекпот вырвали сорвали билет счастливый в вечную жизнь и скоро скоро столкнуться с диким разочарованием по этому поводу то есть их поимели по полной программе то есть их руками выполнили геноцид а потом их самих пустили в расход вот но это весело на самом деле здесь печалится то ничего и даже тем кого пустят в расход тоже особо печалится не о чем просто вообще-то им есть о чем печалится у них следующая жизнь после этого расхода будет еще более печальная чем вот это которое случилось поэтому друзья мои самое правильное решение купить все необходимое на то чтобы запас хотя бы годовой но не колбасу не сыр не скоропорчить продукты а полезные продукты и с учетом так сказать питания с учетом правильного питания питание есть на сайте но описано есть плейлист называется система оздоровительного питания 7 angel 7 ангелов посмотрите во первых этим вы сохраните здоровье психическое состояние существенно улучшится и более того будете знать чего вам приобрести но вот эти смутные времена которые сейчас уже наступают карантинчик с 28 числа для бабушек и дедушек я уже сказал значит не за горами и карантинчик для всех остальных поэтому сейчас самое время достать из кубышки в будущем абсолютно ненужные деньги и все и пойти купить то что нужно вот картошку я покупать не советую это очень вредный продукт который забивает кишечник и делает людей больными это петенька первый картофан привез в россию а до этого ели репу и полезные продукты поэтому нация сейчас она болеет очень сильно и не только все кто картофан лопают все прекрасно знают о том что это не очень полезный продукт в конечном итоге они могут понять по состоянию собственного здоровья пока молодой еще организм справляется а потом крахмалом забивается кишечник волосочки перестают внутри которые каловые массы проталкивают вот у вас и запоры и пердеж и все остальное понеслось поэтому вот картофан это более того когда картофан начинает прорастать вот зеленеет он там и так далее это яд в чистом виде но разуйте глаза зайдите в интернет посмотрите какие яды содержатся в кожуре картофеля есть можно только молодой картофель вот такой вот без кожуры только в отварном виде с грядки выкопал отварил поел и все если прям тени в моготу картошки поесть а вообще картофель это это рабская еда для того чтобы рабы болели для того чтобы болели и страдали вот что такое картофан поэтому переходите дорогие друзья на зерновые но только не готовьте их термическим способом я имею ввиду выше 80 градусов не нагревайте чтобы сохранялись все полезные свойства злаковых но на канале еще раз говорю есть плейлист называется система оздоровительного питания seven angels 7 ангелов смотрите в первом видео все очень подробно сказано как правильно питаться для того чтобы быть совершенно здоровым ничего подобного никогда в жизни не читали и не видели это абсолютно абсолютно новая для многих людей информация но тот кто понимает как устроен этот мир понимает как это функционировать там еще подробно все об этом описано собственно вот что необходимо было сегодня сказать покупайте все что необходимо и вот те люди которые там ждут и размышляют на предмет покупки каких-то полезных вещей не ждите делайте это уже сегодня завтра уже не выпустят из дома завтра курсик будет а он будет сто и будет больше для чего делается для обрушения экономики чтобы малые и средний бизнес был уничтожен абсолютно и полностью вот для чего это делается абсолютно и полностью потому что продукты питания синтетическую жратву будут производить всему известной компании которые уже на сегодняшний день это делают всякие булочки кофе 3 в одном знаете вы на н у нас н кафе такая есть контора никонора она производит яды под видом субпродуктов питания в том числе там кофе йог че йог там и так далее они много всякого разного все вот эти производители сладкой водички это яды в чистом виде в этих бутылках двух полтора и прочее литровых все это тоже яд в чистом виде но и люди так сказать омороченные спящие все это глыкают и дети детей своих поэт с утра до вечера потом удивляются почему у них собственно эндокринная система разрушается диабет потолстение ожирение от чего гастриты случаются нарушение работы желудочно-кишечного тракта и много еще чего удивляются как же так ведь на бутылочке то со сладкой вкусной водичкой написано что она очень полезна и что вообще ноль калорий туда добавляют подсластители химические которые еще быстрее приводит к заболеванию сахарным диабетом чем обычный рафинированный сахар обычный рафинированный сахар это прям продукт номер один для того чтобы заработать сахарный диабет хотите сладенького кушайте мед вот финики правильно дочь рус Александр пишет финики тоже полезная вещь о каком дошираки вы говорите никита ну что вам сложно купить зерен от лениво вам варить вам нужно залить кипяточком химическую лапшу и пожрать зачем это надо делать нужно варить сложно что ли огня нету дорогие друзья вот люди думают что это комфорт а на самом деле через этот комфорт по сути своей вас просто уничтожают да я тоже шучу никита поэтому дорогие друзья выйду еще попозже с передачей очень многие эти люди очень ленивые вот постоянно спрашивают владимир владимир вот они видят что отправки там идут детокса анти чудо защита и постоянно спрашивают как мне заказать где посмотреть но неужели сложно вот пять-шесть роликов назад отмотать на канале же это есть что делать если у вас отворили ну заходишь смотришь но книг лишь на кнопочку там под видео описание раскрывается все подробно описано но отчего же такие ленивые то вы дорогие друзья но не ленитесь ну подумайте немножко нажмите кнопочку еще лишний раз вопросы задавать вот собственно и все за 7 дорогие друзья всех вас целую всех вас обнимаю желаю вам крепкого здравия ясности ума забирайте свои денежки из этих банков хранить их лучше потратьте на правильные вещи чтобы потом локти не кусать если вы хотите хранить пока временный вариант золота и доллары пока на какое-то время а потом это будет уже не актуально пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание